Здравствуйте! И в жизни начались испытания. Трудности, проблемы определенные. И я задавался вопросом, почему? Почему именно я? Почему это происходит? Почему не у меня, а не у других? И по истечению времени, чем больше я налаживал свои отношения с Богом, я начал понимать, зачем все это было. И сейчас я уже задаюсь вопросами, не почему, а зачем и для чего. Чтобы понять. И вот сейчас я прекрасно понимаю, что те испытания, которые я проходил два года назад, три года назад, они были мне даны для того, чтобы я получил определенный опыт, определенные знания, которые мне помогают сейчас, которые помогают мне в моем служении, помогают мне в моей работе. Потому что тогда в моей жизни было куда меньше ответственности, куда меньше каких-то забот. И вот пастор говорил в проповеди, что верующего человека можно определить по и на его жизни, насколько он спокоен, насколько жизнерадостен. И если раньше я вот метался в панике, сейчас я доверяю Богу. Я три года назад жил у себя в офисе. Сейчас я живу в квартире, в которой я плачу очень маленькую аренду, раза в два ниже, чем сейчас по рынку. И мне вчера хозяин квартиры поставил новую стиральную машину. И он говорит, обычно мы раз в год подходим к нашему наимателю, что, поскольку договор заканчивается, инфляция, повышение рынка, и мы повышаем арендную плату. Но нам с братом ты так нравишься, что мы не будем повышать, даже несмотря на то, что у нас еще полгода назад этот контракт закончился. И сейчас, вот я как жил, если смотреть буквально там два года назад, это было в офисе, Господь так меня, скажем так, научил многому. Когда я Ему доверился, Он меня так вывел, что у меня появилась квартира, появились прогресс в работе, очень хорошей. Появилась замечательная, прекрасная жена. И сейчас мы вот буквально в одном шаге от приобретения дома. И это все сделал Господь. И по истечению вот этого времени, вот этих четырех лет, я понимаю, что трудности испытания нам нужны для того, чтобы что-то выучить и что-то приобрести. Что мы не знаем всего плана Божьего. Что именно Господь нам уготовил. Нашему человеческому мозгу это недоступно. Мы можем спрашивать у Бога, и чем лучше мы имеем с Него взаимоотношения и общения, тем чаще и тем лучше и тем больше будут открываться Его планы. Мы будем слышать Его и понимать. И сейчас вот, когда вот я все это проанализировал, любая трудность или испытание, которое приходит, я знаю, что это к лучшему. Что Господь мне это дал неспроста. Что, как и пишется в Библии, не даст Господь сверх того, что мы можем вынести. И я вот понимаю, что это мне, значит, Бог не доверяет. Где-то это мне льстит, значит, у меня много сил, и я смогу это выдержать. И я вижу, что после тот, кто протерпит это все, будет награда. И я вот записал, ну, каждый год, вот я взял пример от Ани, записывать, что я хочу, чтобы у меня было вот этот год. И я вот перед свадьбой открывал ну, вот эти свои записи, я забыл про них. И получается, что меньше, чем за полгода почти все исполнилось. Все, что я вот просил в молитве, Господь практически все дал. И я понимаю, что это вот по награду за определенные, даже вот те трудности, которые я проходил, но оставался верным Богу. Что я понял, что это все мне для чего-то. И теперь действительно вот такой-такой паники нету. И очень было тоже часто, что пометочка такая. Когда я что-то делал, там, по работе или с людьми другими, и что-то не получалось, я думал, что это дьявол сделал, что это он мне поставил подножку. И я каждый раз молился и всякий подсимолих и запрещал дьяволу вообще вмешиваться в мою жизнь. А потом понимаю, что иногда некоторые ситуации случаются не так, как мы хотим. Вот именно для того, чтобы мы поняли, для чего нам это нужно. Что мы должны выучить. И вот как сейчас я служу молодежным пастырем, и понимаю, что многое, что я прошел вот за эти четыре года, я являюсь свидетельством для других людей, что кто-то проходит сейчас то же самое. Я говорю, о, братан, да это проходил уже. Говорю, не переживай. Доверься Богу. Спроси, что конкретно Бог хочет в этой ситуации, чтобы ты сделал. И люди намного охотнее прислушиваются к моим словам и доверяют этому, глубоко говоря, Евангелию, евангелизации, потому что я это проходил. И я понимаю, что мне нужно было это пройти, чтобы через три года, через четыре года именно этому человеку послужить, посеять семя. Потому что вот я заметил лично по своему опыту, что люди не так прислушиваются ко мне, если я это не проходил. Зачастую думают, ну что он может знать? А когда они видят, что, допустим, человек жил в офисе, то есть были проблемы в работе, не мог найти себе жену, не мог найти себе жену, а тут бац-бац-бац-бац и все есть за очень короткий срок. И так далее. Человек подумает, а он что-то может знать. Скорее всего, в его словах есть правда. А давай-ка я сделаю так же. И человек так приходит к Богу. Я вот это понял, и в моей жизни вот так Господь, скажем так, поднял меня из низов до определенного уровня. Самое главное не расслабляться, не останавливаться на одном уровне. И всегда доверять Богу. И спрашивать, что я могу сделать для тебя, а не что ты должен сделать для меня. Спасибо. Благодаря.